Обетование Сына Обетование Сына Бытие, глава 18, с 1 по 15 стих. И явился Ему Господь у Дубравы Мамре, когда Он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул. И вот три мужа стоят против Него. Увидев, Он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал, Владыка, если Я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги Ваши, и отдохните под сим деревом. А Я принесу хлеба, и Вы подкрепите сердца Ваши, потом пойдете в путь свой, так как Вы идете мимо раба Вашего. Они сказали, сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам шатер к сарре и сказал, поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло, и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подлиних под деревом, и они ели. И сказали ему, где Сарра, жена твоя? Он отвечал, здесь, в шатре. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей. А Сарра слушала входы в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонны, и обыкновенная у женщин, у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась, иметь все утешение? И господин мой стар. И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? Назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын. Сара же не призналась, а сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал, нет, ты рассмеялась. Размышления. Три особых гостя. История патриархов раскрывает нам как их веру, так и человеческие недостатки, сомнения и слабости. А еще они показывают владычество Бога и его верность. В главах с двенадцатой по восемнадцатую Авраам проходит большой путь, как физически, в своих странствиях, так и духовно, в познании Бога. Можно предположить, что разбив шатры у Дубравы Мамре и увидев трех путников, он бросился проявлять гостеприимство не только по обычаю Ближнего Востока, но и потому, что сам знал, каково быть странником в чужой земле. Позже мы узнаем, что один из гостей – это Господь. Он принимает щедрое гостеприимство Авраама, и состояние сердца Авраама и его поступки еще раз подтверждают то, что Господь и так уже знает. Авраам – тот, кто ему нужен, чтобы осуществить замысел спасения человечества. Авраам был таким же, как мы. Он не всегда понимал Божьи планы и, конечно же, порой переживал борения. Однако он доверял Богу. У него была вера, и вера эта изменилась ему в праведность. Как нам обрести такую веру? Обетование смеха Господь пришел дать Аврааму и Саре обетование. Но когда Он сообщил, что у них будет сын, Сара рассмеялась. Не от радости, а от недоверия. Ведь она знает свой возраст и свое физическое состояние. Да кто такой этот гость, чтобы делать такие заявления? Но это Сам Господь. И Он выставляет на показ недостаток ее веры. Он не обвиняет, а скорее бросает ей вызов и призывает эту веру укрепить. Представьте, о чем она думала, когда в ее утробе рос Иса. Очень может быть, что ей вспоминалась та минута, и она смеялась над своим былым неверием и от нынешней радости. И вправду, есть ли что трудное для Господа? Давайте вспомним те моменты, когда мы сомневались, что Бог может провести нас через них. И посмотрим, где мы сегодня. Пусть это будет напоминанием о Его верности, благости и благодати. Молитва Небесный Отец, я знаю, что Твои обещания верны. Я признаю, что сомневаюсь, особенно, когда все происходит не тогда и не так, как я рассчитываю. Пожалуйста, умножь мою веру. Укрепи меня через молитву. Открой мои духовные глаза. Именем Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...